Итак, переимплантиты. Что может быть причиной переимплантита? Давайте с вами обсудим. Не так, как у меня написано, а вот какие мысли у вас есть на эту тему. У нас есть практикующие много лет врачи, которые ставят имплантаты без стеснения. Мне кажется, они могут сказать свои мысли на это? Да, это большой факт. Третья и... Нет. Это не одно этажа. Не везде, где у вас есть тяж, и может быть и тяж, и прикрепленная Десна вместе. Это же не обязательно. Это разные структуры, просто гистоморфологически разная структура. И мы не можем их компилировать в одно. Но это относится, скажем так, к мягкотканным проблемам. Просто одна устраняется более простым решением, вторая более сложным. И поэтому они разделены, потому что методы решения будут разные. Нам сейчас этиология нужна не для того, чтобы поболтать, а для того, чтобы понимать, что с этим делать. И как это лечить? Согласны со мной? Да, опять же, возвращаясь ко вчерашнему дню, все начинается на этапе диагностики и планирования. И все ошибки в операции, они корнями уходят в недодиагностику, в недопланирование операции. И все, если какие-то негативные результаты вы получаете, это чаще всего все равно связано с тем, что мы что-то не учли, не допланировали, не додиагностировали на этапе до операции, а не во время и после. Прекрасно, Алан, спасибо, вы большой молодец. Да, мы поговорим сегодня. Да, да, да. Но самое главное, это соотношение между собой имплантатов, да? Это самое главное, потому что там происходят определенные процессы, и не каждый организм способен их пережить, когда это так происходит. Есть какие-то добавления к тому, что вы прочитали, или вы совсем согласны? Ну да, это общее здоровье. Да, ну вы имеете в виду курение и всякие? Я согласна с вами, да. Не бронзу, а я не хочу вас знать. Что? Не бронзу. Ну, это уже общее состояние здоровья, это надо учитывать, когда мы берем в принципе на имплантологическое лечение пациента, или другой доктор, с которым вы потом встретитесь, который пришлет вам этот переимплантит на лечение. Итак, я долгое время не верила, как человек, который занимается постоянным гигиеническим статусом своих пациентов, что из-за неудовлетворительной гигиены полости рта может произойти вот такое. Абсолютно для меня был просто такой культурный шок, когда я увидела эту картину. Это не моя имплантация, не мой пациент. Мне его передал мой доктор-ортопед, который его просто вычленил на клиническом приеме и заставил, в общем, что-то порешать с этим. Имплантат, по-моему, это Нобель у него стоит, Нобель, да, актив, установлено не с одномоментной, а сроченной. Это 2013 год. Снимок сделан после фиксации ортопедической конструкции. У пациента-курильщик с неудовлетворительным статусом гигиеническим, ну, таким совсем. 16-й, 18-й. Это уже скриншот с томографией. Посмотрите, да, получается, за 5 лет ушло 5 мм костной ткани. По миллиметру в год. Просто под воздействием, потому что ортопедическая конструкция абсолютно удовлетворительная была. С ней не было никаких проблем. И подозревая, что, может быть, с ней проблемы, ее даже двукратно меняли для того, чтобы посмотреть, насколько это будет влиять на этот процесс. Ну, пациент как курил, так он и курит. Зубы, как он не чистил, так он их и не чистит. Это все пока привело к воспалительному процессу в области имплантата. Ну, что он будет делать с этим дальше, я не знаю. Потому что я ему отказала в своем лечении. Это связано с тем, что он не смог наладить свой гигиенический статус. Это бесполезно просто проводить с ним какие-либо вмешательства. Это просто как клинический пример, что может быть именно от недовлетворительной гигиены. То, что вот вам сказали. Хотела бы, знаете, вам что сказать по поводу патогенеза, этиологии, классификации переимплантитов. До сих пор ВОЗ не принял никакую единую устроенную классификацию. И разные просто школы, и университеты пытаются предложить какой-то вариант, как классифицировать, как их называть, как развивается патогенез. Пока это все равно все дискуссионная тема, потому что точно вот такой базовой, фундаментальной, научной базой доклинических каких-то испытаний в таком ключе она не имеет. Американцы сделали какие-то доклинические испытания на животных с моделировкой патогенетической, через воспалительный процесс, но у них не очень удачные результаты получились. У них не получилась статистическая выборка, не соответствовала. То есть у каждого животного процесс пошел своим путем, и невозможно было создать общую модель. Это говорит о том, что переимплантит – это очень индивидуальная ситуация, и мы просто немножко его попробуем причесать хотя бы под понимание методик, что в каком случае делать, чтобы иметь какой-то алгоритм, как мы вчера разбирали, алгоритм лечения одиночных и множественных рецессий. Вот также здесь немножко его тоже как-то туда попробовать засунуть в какую-то стройную структуру. Итак, как развивается переимплантит? Развитие воспаления мягких тканей, воспалительная деструкция в мягких тканях, костная резорция в области имплантата, инфлантация десны в переимплантной зоне. По сути, это все, что мы просто с вами можем наблюдать. Сам патогенез, он может начинаться с воспаления в костной структуре и потом продуцироваться через мягкотканный комплекс воспалительным, каким-то эксудатом, гранулированием. Или может он начинаться в мягких тканях и потом уходить глубоко в костный процесс. Например, как в случае с неудовлетворительной гигиеной полости рта, процесс начинается от мягкотканного комплекса и уходит глубоко. Потом костные структуры. А если, например, переимплантит вызван этрогенными какими-то признаками, например, перегревом костной ткани в переимплантном ложе при установке имплантата, то тогда воспалительный процесс у вас пойдет наоборот от костной структуры в мягкотканный комплекс. Продолжение следует...